В Копейске пара наркоманов, которая обращалась за помощью на федеральный канал, попала за решетку. В эфире ток-шоу супруги заявили, что устали от своей наркозависимости. Им поверили, отправили на лечение в столичную клинику, но спустя несколько дней парочка сбежала оттуда, а вскоре угодила за решетку. Что стало с их детьми, расскажет наш корреспондент. В этой семейной трагедии, которая растянулась на несколько поколений, всему виной стали запрещенные вещества. Супруги Антон и Дарья из Копейска публично признались в своей наркозависимости. Как рассказал Антон, употреблять он начал еще в 2013 году. На наркотики его подсадил собственный отец. Остановиться Антон уже не смог. Пристрастие к запрещенным веществам развалило его. Первый брак. А потом он встретил Дарью. Перед тем, как меня не посадили, мы не употребляли. А потом, получается, не посадили у нее отец. Посадили за что? За кражу? Ну, кража и 228 первая за наркотики. Как рассказала сама Дарья, употреблять наркотики она начала в 20 лет после смерти отца. Вот так она изменилась всего за три года. В это время у нее уже была дочь. Позже она родила еще одного ребенка. Девочка появилась на свет раньше времени, во время наркотической ломки. Я так понимаю, что он переживал ровно то, что она переживает сейчас. Правильно же? Совершенно верно. Снижена масса тела. По умственным способностям еще будем смотреть, как он будет развиваться. Но там ребенок не спит. Но перед тем... Орет. Он также требует дозу. Он то ест, то не ест. Пищеварение нарушено. Это очень большая проблема для неонатологов. Выходить такого ребенка. А вот этот пост Дарья написала спустя несколько дней. Женщина попросила помощи у земляков. Девчата, спасайте. Не планировала я так рановато и не спланировано рожать. В общем, у меня к вам большая просьба. Есть ли у кого вещи на новорожденного в хорошем состоянии, хотелось бы. Спасайте мои хорошие. Этот пост привлек внимание неравнодушных местных жителей. Кто-то согласился помочь малышке вещами, а некоторые пошли дальше и отвезли наркозависимых супругов на телевидение. Мы готовы и хотим выкарабкаться, чтобы ребятешки были с нами добиться этого всего, отказаться от всего этого, этой наркотической, грязной, пьяной жизни и чтобы все у нас было хорошо. После съемки программы Дарье и Антону дали такой шанс и бесплатно приняли их в столичную клинику. А эти кадры были сняты спустя два месяца после съемки в программе. Бабушка Антона позвонила правозащитнице Людмиле Ревиной и попросила срочно приехать. Правда, когда Людмила вызвала полицию и направилась в тот самый дом, ей там оказались не очень-то и рады. Как выяснилось позже, из реабилитационного центра супруги сбежали, не выдержали и двух недель, а когда добрались до дома, взялись за старое. Это мой дом, вы кто? Курю это что? Да, я курю. Ты в центре был же вроде. Что, нормально? В каком центре? Так а ты детей-то будешь забирать, дружочек? Ты-то будешь, я тебе. Ты на меня. Давать очередной шанс семье наркоманов никто не стал, ведь привязанность к наркотикам у них оказалась куда сильнее, чем к детям. Супругов сразу лишили родительских прав, а девочек изъяли из семьи. Сейчас у малышек все хорошо. Для одной уже нашлись приемные родители, другая пока находится в доме малютки. Сами же Антон и Дарья угодили за решетку. Как рассказали местные волонтеры, после возвращения домой они продолжили наркоманить и воровать. За это пришлось поплатиться своей свободой. Продолжение следует...